Привет Арсен! Уже один из самых моих надежных друзей. Здравствуйте, Валерий Концентинович. С прошлого лета смотрю ваши вебинары и видеоуроки. Благодарю за цельную информацию в книге. Раньше смотрел разных блогеров и не понимал принципиально отличия северного садоводства от промышленности садов юга. Теперь понял все свои ошибки. Валерий Концентинович понял принцип совместимости прямой и подвое, их взаимное влияние друг на друга. Научился привать правильно. Именно поэтому крону на полношение больше не привают. Правильно делаете? Только для сохранения хорошего черенка, для использования будущей весной, для прививки на корень. Жду вашу вторую книгу. Это третья будет книга. Вы учитывая ваш ученик. А, это будет четвертая книга. Ну, для вас, наверное, вторая. Вы учитывая ваш ученик, где я больше не режу. Надо же, нас все больше. Учитель вас не имеет права. Поделиться опытом могу. Я всегда говорю, я готов учиться и учиться до самого последнего дня. Ранее высокую приливайте водные саженцы, накрывайте их пластиком бутылками. Чтобы не сдавало ветром, вкладывайте бутылки обломками кирпича. Сколько же кирпича надо перетаскать? Я просто втыкаю в землю рядом с бутылкой стальную проволоку, катанку 6-8 мм. Или негодный сварочный электрод и связываю их бутылкой. Я обвязываю проволоку мягкой. Можно пара витков по ХВ изоленте, самый дешевый. Никакой ветер не сдувает. Можно на точный пруть или рейку использовать вместо электрода. Это весной пробовал метод, хорошо все держится. Слышали? Вот. А это действительно беда. Знаете, в чем она заключается? Я вам показываю одну еще старую фотографию. Вот мы еще даже тот участок где-то еще не осваивали, который вот там дальше. Вот. Вот так вот. Знаете, как ураганный ветер, а потом мороз. А там уже зазеленилось слегка. Так что вы правы вообще особы закрепляли. Другое дело, что бывало, руки опускались. Насколько работает. Вот. Ну, не у всех же такие большие участки. Ваш совет очень пригодится. Я считаю, пригодится. Вот сейчас я пока особылеску почитаю. Пожалуйста, вот хотя бы, вот с этого момента, почитайте сами еще. Потому что вздуло. Бывало так, зелененькие, под бутылкой же быстрее. Там уже зелененькие, то что называется, зеленый конус. И вдруг бах, мороз. Прощай, Санжи. Вот. Так, ничего интересного я не прочитал. Вот. Смотрим дальше. Почитали еще раз? Вот так вот. Так и будем учить друг друга. Это продолжение вашего письма. О прививках в раще. Привол грушу, дичку из леса, плоды размером с грецкий орех. Сажен с трехлетней. Сволы с самоснованием, а странные зону, по типу муку из З. Вы знаете, такое случается у груши. Я сам удивлялся. Никак не выпрямить, ничего. Двух плоскостей с изгибом. Ровный срез до окопулировки не сделать. Расщеп тоже проблемно. Щель будет кривая, и камбинес совместить нормально. Согласен. Проблему решил не отродить сонно. Просто экспериментировал. Внимание. Сотащил стволик длинным клином вверх. Вот, видите. А на червяке сделал расщеп. Жизнь ему не догадался. Поздравляю. Вот это учеба. Ну, в жизни ему не догадался, что это самая прививка в расщеп. Можно делать. Ёлки-палки. Это я сейчас вставил письмо, а прочитать толком было некогда. На червяке сделал расщеп. Совместилось. Притянул, обмотался, расслось. Просто нормально. Да. Ну, это... Ну, что я скажу. Кстати, я использую радио-скалет для прививок сигнальную красно-белую ленту. Толщину микронных не знаю. Просто бугруло на этой ленте. Отрезаю полосу примерно 30-40 сантиметров. Сворачиваю трубочкой. Нарезаю трубочкой полоской на полтора сантиметра шириной. Держит хорошо. Так, с уважением. Арсен Спартакович. Спасибо, Арсен. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok